Время новостей на телеканале Север в студии Алина Ваучейская. Здравствуйте и вот о чем расскажем сегодня. Система здравоохранения Ненецкого округа готова к приему пациентов с коронавирусной инфекцией. В настоящий момент в округе остается зарегистрированным один случай заболевания. В режиме самоизоляции 151 человек. Порядка 2,5 тысяч школьников Ненецкого округа будут обеспечены питанием. В Нарьинмаре стартовала выдача продовольственных наборов родителям учащихся городских школ, что входит в сухой паек и кому положена мера поддержки. Городские бани будут открыты для посещения, правда при соблюдении определенных требований. Заполняемость одного отделения не должна превышать 10 человек в час, а посещение станет возможным только по предварительной записи. Об этом и не только в ближайшие 20 минут. Система здравоохранения Ненецкого округа готова к приему пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом в ходе брифинга заявила заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Светлана Брылева. В настоящий момент в округе остается зарегистрированным один случай заболевания. Пациент находится в больнице. Тест-пробы, отобранные у граждан ближайшего окружения заболевшей, показали отрицательный результат на COVID-19. Всего же в режиме самоизоляции в Ненецком округе находится 151 человек. Мария Даник продолжит тему. Первый случай заболевания коронавирусной инфекцией на территории Ненецкого округа зарегистрирован 11 апреля. Диагноз изначально подтвердился по результатам проведенных исследований на месте. В течение двух-четырех дней придут ответы из Московского противочумного центра. После подтверждения случая заболевания столичными медиками, наш регион появится на карте регионов с коронавирусной инфекцией. То есть это нужно для того, чтобы мы сами для себя проверили, насколько мы правильно и четко работаем. Потому что уже с 14 апреля все случаи, которые будут, они будут диагностироваться именно на территории субъекта. И они уже не будут посылаться в Москву или куда-то еще для подтверждения этого случая. Больная с коронавирусной инфекцией прибыла в Нарьинмар из Санкт-Петербурга. На одном рейсе с ней прилетели 68 человек, которые сейчас находятся в изоляции. Также изолированы все члены их семей. Таким образом, на изоляции находится 151 человек. Тест-пробы проведены у ближайшего окружения заболевшей. У всех остальных они будут взяты на 10, 11 и 12 дни. Люди не должны ждать, что их обследуют сегодня или завтра. Почему выбраны именно эти даты? Это связано с тем, что если инфекция в организм, если поступила, да, то, соответственно, нужно время для того, чтобы она развилась в организме, и чтобы этот тест показал, что да, действительно человек болен или человек не болен. И проведение анализа именно в эти дни, он является наиболее информативным. И, соответственно, поэтому он и будет в эти дни проводиться. Как пояснила Светлана Брылева, контактирование с больным человеком и контактным человеком – две разные вещи. Если они контактировали с контактным, то на тот момент он еще не был больным, и он не выделяет этот вирус, который может заразить. И, соответственно, заражение в этот момент минимальное. И очень хотелось бы, чтобы наши граждане не паниковали по этому поводу и вели себя спокойно. Сейчас самое главное – разобщение и чистота поверхности, отмечают специалисты. Человек с признаками ОРВИ не должен находиться в коллективе. Абсолютно всем рекомендовано носить маски, которые можно сделать своими руками, и одноразовые перчатки. Такие простейшие средства защиты позволят минимизировать риск заражения коронавирусом. Вы, допустим, едете в общественном транспорте, больной коронавирусной инфекцией, где-то рядом с вами чихнул. Вы получили сразу большую дозу этого вируса. И течение заболевания может быть очень серьезным при этом. Если, допустим, вы с больным проживаете в одном подъезде, как оказалось, и вы нажали на кнопку лифта, который до этого пользовался больной коронавирусной инфекцией, и получили дозу намного меньше, чем та, которую могли бы получить, стоя рядом с этим больным. И то есть, опять же, это говорит о том, что вы дозу получили меньше, и течение заболевания может быть более легким. В настоящий момент для граждан, посещавших территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции, прибывших в Нейнский округ, вводится обязательство сообщать о своем прибытии, месте, датах пребывания на указанных территориях, контактную информацию на горячую линию. Порядка двух с половиной тысяч школьников Нейнского округа будут обеспечены питанием. Соответствующее решение было принято Департаментом образования, культуры и спорта Нейнского округа. С 13 апреля началась выдача продовольственных наборов родителям учащихся городских школ. О том, что входит в сухой паёк и кому положена мера поддержки, расскажем прямо сейчас. В Третьей городской школе выдача сухих пайков началась с самого утра. В фойе впускают ограниченное количество родителей, ведь важно соблюдать все необходимые меры профилактики и дезинфекции. Сотрудники образовательного учреждения снабжены средствами личной защиты. На пол нанесена специальная разметка. У стола выдачи Надежда Назарова. Заведующее производством Третья городская школа лично контролирует процесс, чтобы не возникла путаница с пайками, ведь их состав разнится в зависимости от категории получателя. По распоряжению департамента нам пришло указание выдать сухие пайки категориям определенных детей. Это разные категории. Дети у нас питаются одноразово. Это дети-сироты и дети, находящиеся на опеке. И другой набор у нас есть для детей-инвалидов и ОВЗ. Конечно, они отличаются, потому что дети на категории у нас питаются один раз, а вторая категория у нас питается два раза. Естественно, пайки увеличены. В разовый сухой пайок входят продукты. Первые необходимости – это греча, рис, макароны, сок, растительное масло, консервы – это горох и кукуруза, а также две банки сгущенки. Выдается пока что на неделю, а дальше уже будут смотреть по ситуации сложившейся. Оба продуктовых набора были согласованы с окружным управлением Роспотребнадзора. Ну а родители такому продовольственному подспорью, безусловно, рады. Пайок очень замечательно, что это выдается, потому что многие родители, которые сидят сейчас на карантине, к сожалению, были временно работающими. Соответственно, они не получают денег во время того, что они сидят дома. И эта помощь очень значительна для них, конечно, особенно для многодетов. Родителям, которые не могут лично получить сухой паёк, продукты доставляются социальными педагогами городских школ. Ну а для семей из села организована другая система питания детей, которые попадают в категорию нуждающихся. Что касается школ на селе, здесь принято решение, что дети будут питаться в школах. Дети будут питаться в школах, школами будут составлены графики. Дети будут приходить небольшими группами, то есть с учётом всех мер по недопущению распространения, в том числе и коронавируса, и в принципе, на территории школ и муниципального образования. Как пояснили в окружном профильном ведомстве, мера поддержки единовременная и рассчитана на одну рабочую неделю. Решение о дальнейшей поддержке семей, которые воспитывают школьников, входящих в категорию нуждающихся, будет принято по особому распоряжению. Приём граждан в налоговых инспекциях приостановлен до 30 апреля. Такое решение принято согласно указу президента. Бумажную корреспонденцию, в том числе налоговую и бухгалтерскую отчётность, граждане могут сдать через специальные боксы в инспекциях. На конвертах необходимо указать контактный номер телефона для дистанционного решения возможных вопросов. Также документы можно отправить по почте. Удалённо решить вопрос по налогам можно и с помощью сайта Федеральной налоговой службы. Для налогоплательщиков доступны более 50 онлайн-сервисов. Работают личные кабинеты физического лица, индивидуального предпринимателя, юридического лица. Из них можно заполнить и представить декларацию, уточнить платежи, узнать сведения о своём зарегистрированном имуществе. Работает сервис «Уплата налогов и госпошлины». Можно через него заплатить налоги. Кроме того, есть на сайте вкладка «Теперь» – это поддержка бизнеса в период коронавируса и его последствий. Через него также можно узнать о всех средствах поддержки, мерах поддержки, которые сейчас принимаются в России для поддержки бизнеса. Уплата налогов, пошлины и страховых взносов доступна онлайн и тем, кто не является пользователем личного кабинета. Достаточно ввести реквизиты банковской карты в сервисе. Онлайн можно узнать свой ИНН или подать заявление на постановку на учёт, отправить документы на регистрацию компании и многое другое. Кроме того, обратиться за консультацией по налогам можно по бесплатному номеру Единого контактного центра Налоговой службы России. Оздоровительная компания «Мать и дитя» перенесена на июнь в связи с закрытием в России с 27 марта до 1 июня всех курортных зон. По путёвке «Мать и дитя» на оздоровление направляют детей с 4 до 12 лет, имеющих третью группу здоровья, и детей с 4 до 15 лет с 4 и 5 группами здоровья, нуждающихся по медицинским показаниям в санаторно-курортном лечении, которое проходит, исходя из профиля заболевания ребёнка. В этом году мы провели конкурс, был заключен государственный контракт 23 марта с оздоровительным центром «Делуч» в городе Анапа. Всего было закуплено на 604 путёвки, практически 604 семей, мать и дитя могли бы отдохнуть в городе Анапа по этим путёвкам. Но сейчас у нас есть решение правительства Российской Федерации об ограничении приёма в детские оздоровительные лагеря, в санатории, в пансионаты на территории Российской Федерации, начиная с марта месяца до 1 июня. В настоящее время путёвки не выданы. Добавлю, путёвки предоставляются один раз в два года, если среднедушевой доход семьи не превышает двукратной величины прожиточного минимума, установленной в Ненецком округе в расчёте на душу населения. Работающие граждане старше 65 лет, выбравшие режим самоизоляции, смогут получить больничные с 6 по 19 апреля. Назначение пособия по временной нетрудоспособности в связи с распространением коронавирусной инфекции не требует от граждан заполнения каких-либо документов. Временные правила оформления листков нетрудоспособности были подписаны главой правительства Михаилом Мишустиным. Под категорию граждан, которым положена выплата больничного, подпадают те, кому на 6 апреля 2020 года исполнилось 65 лет и более старшего возраста. Согласно этого постановления, работодатель, то есть организация, где работают данные граждане, должны оформить реестр и направить его в региональное отделение Фонда социального страхования. Данный реестр направляется в уполномоченную медицинскую организацию. Здесь Минздравм определена общая организация, которая оформит листки нетрудоспособности для всех граждан такой категории. Данный листок будет действовать 6 апреля по 19 число. Как отмечено в документе, оплата больничного будет производиться в течение 7 дней с момента оформления листка нетрудоспособности и единоразовой выплаты за все 14 дней. Выплаты производятся за счет средств Фонда социального страхования. Также по графику фонда выплачиваются все остальные выплаты. Отмечу, что несмотря на введение ограничительных мероприятий, в Фонде социального страхования продолжается прием отчетности от организации. В апреле организации сдают отчетность формы 4 ФСС за первый квартал в соответствии с нормативными документами сроки сдачи отчетности 20 числа, это на бумажном носителе, и 25 числа в электронном виде. На сегодняшний день порядка 85-80% организаций сдают в электронном виде. Поэтому, конечно, в условиях данных ситуации мы, конечно, просим всех работодателей, все организации, чтобы они сдали отчетность в электронном виде. В целом, Фонд социального страхования оказывает 19 услуг, которые можно получить через портал госуслуг. Также работают два телефона горячей линии 42571 и 40583. Мария Даник, Любовь Пермякова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Не бойтесь, я не заразный. К нам в редакцию обратилась жительница города и сообщила, что на днях к ней пришел специалист газовой службы, не обеспеченный индивидуальными средствами защиты. Плановую проверку газового оборудования он проводил без маски и перчаток. Подробности у Натальи Дуркиной. В целях профилактики Ирина находится на самоизоляции. Пенсионерке 73 года. Женщина сидит с трехлетним внуком. Каждый день Ирина проводит дезинфекцию квартиры, пользуется средствами защиты. Однако на днях Ирине позвонил сотрудник газовой службы и предупредил, что скоро подойдет для технического осмотра газового котелка. Молодой человек не только пришел без средств индивидуальной защиты, но и без бахил. Ну он пришел, без всяких средств гигиены, конечно, не масок, не перчаток, стал котелок разбирать. Я говорю, у вас хоть температура зумерит, тесты или чего? Он говорит, какие-то могут быть тесты еще на революте есть? Я говорю, ну как нет, так естественно, что есть, пока не касается. Я не болею, не бойтесь, говорит. Но некоторые квартиры у меня не стоят. Я говорю, ну вот мы бережемся. Я лично даже на француз билет взяла, и это же не безопасно так, походить по этим квартирам. А в газе у меня трубку бросили, все. Сказали, календарный год начался и не спрашивали. Плановый технический осмотр газового котелка проводится раз в год. Специалисты выезжают на дом согласно графику. Впрочем, в данной ситуации, по словам Ирины, срок осмотра не подошел. Тем более у меня и срок не вышел. У меня полгода только прошло. Я думаю, что они деньги забирают, это же все платные. Все-то ставили на 4 тысячи. А попробуй не оплатить, они сразу тут и газ отключают. Такая организация очень, если мне о чем не говорить. Ну и вот я им звонила. Я еще спасибо вам, кто руководитель, почему-то отпускает вас свободно. Ну вот такой разговор у нас не был. Выгнать я его не выгнала. Ну минут 40 тот работал, ушел, я все просерла, подмыла. Ну так неприятный осадок остался, конечно. В газовой службе от комментариев отказались. Сообщили лишь, что медицинские маски работникам выдаются. А вот МЧС России до 1 мая приостановил проведение плановых противопожарных проверок объектов. Исключение внеплановой проверки, причиной для которых является причинение вреда жизни и здоровью. Или возникновение чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера. Наталья Дуркина, Леонид Шишелов, Телеканал Север. Городские бани открыты для посещения, правда, при соблюдении определенных требований. В частности, заполняемость одного отделения не должна превышать 10 человек в час. При этом, чтобы попасть в помывочное отделение, необходимо заранее записаться. А на входе будут встречать сотрудники, которые проведут так называемый входной фильтр. Измерят температуру и проверят на отсутствие симптомов заболевания. Подробнее о новом режиме работы в следующем сюжете. Перед тем, как зайти в отделение, держите градуснички. Он должен запищать. Входной фильтр перед помывкой в бане обязателен для всех посетителей. Впрочем, жители окружной столицы с пониманием относятся к новой процедуре. Вот только попариться пока нельзя. Для тех, у кого нет ни бана, ничего, нормально, пришел хоть помылся, а то месяц уже не мурить. А так, для русского, без бани, без парилки, это не баня. Это я все понимаю, для нашего здоровья. Спасибо партии правительству, как раньше говорили. Только что холодно мыться без парилки. Ну, вот тут можно заболеть. После каждого сеанса помывки обязательно проводится дезинфекция всех помещений. Средствами обработки бани обеспечены в полном объеме. Обрабатываем ручки, где прикасаются люди, сам. То есть, да, обрабатываем, чтобы отбеем полностью все. Протираем все ручки, протираем все тазы, полы с хлоркой, с твором, с хлорным. Стенки, краны все протираем и моечные сидения все протираем, помывочные. С двух часов начинает баня работать. Считаю, до трех часов первая партия, семь человек. Потом идет уже полчаса помывка, дезинфекция. Потом вот следующая партия, потом опять полчаса помывка и следующая партия через час. В таком режиме сейчас работают три городские бани. Посещаемость одного сеанса по 10 человек в каждое отделение. Пять человек в душевые и два человека в инвалидные кабинки. Время помывки один час. Сегодня у нас открытие второй, третьей и четвертой бани в соответствии со своим расписанием. Но с учетом алгоритма санопедологических всех мероприятий, которые необходимы для открытия в этот период угрозы коронавирусной инфекции. Работа городских бань с соблюдением санитарного режима продлится до 19 апреля. Алина Ваучейская, Александр Литкова, Владислав Носкин, Телеканал Север. Православные христиане готовятся к главному церковному празднику – Пасхе. Началась седьмая неделя Великого Поста, которая в народе известна как Страстная Седмица. Согласно религиозным канонам, все дни недели богослужения погружают верующих в события последних дней жизни Христа. Тем не менее, жители Заполярья просят воздержаться от посещения Богоявленского храма и молиться дома. В этих условиях мы должны сделать шаг навстречу Богу. А это означает шаг навстречу ближним. Заботиться о них, делать все, что от нас зависит, для того, чтобы эти обстоятельства мы преодолели с Божьей помощью. По славянской традиции в течение всей недели должна идти подготовка к празднику. На Руси в эту неделю мыли столы, скамейки, лавки, окна и двери. Белили печи и стены. Выскапливали, вымывали пол, вытряхивали половики, перемывали посуду. Хозяйки пекли пасхальные куличи, красили яйца. Добавлю, в праздник Светлой Пасхи телеканал «Север» организует прямую трансляцию богослужения. Такова информационная картина дня. Далее смотрите прогноз погоды. Я же с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Будьте здоровы и берегите себя и своих близких.